Вчера наконец-то я получила свою посылку с сайта Colourpop, все распаковала, сняла для вас видео. На это видео я снимала в две части, то есть первую часть я снимала 14 февраля, и почему-то думала, что 15-16 в скором времени приедет моя косметика, я все соединю и сниму для вас ASMR-видео и выложу. Кстати, это видео в моем инстаграме, сейчас я вам подробно тоже обязательно все это дело покажу, вдруг у вас инстаграма нет. Как я вам уже говорила ранее, мой подарок на 14 февраля состоял из трех этапов, так скажем, цветочки, золотое колечко, еще я хотела косметику. И вот, наконец-то косметика пришла, мне настолько все понравилось, я вообще обожаю американские бренды косметики. Мне кажется, они настолько круто это все делают, что прям хочется каждый раз у них что-то заказывать. А вообще, очень крутая маркетинг-стратегия, у них, получается, вышла коллекция специально к ню всех влюбленных, это были сердечки, и там был даже огромный сет, который круто упаковывался и отправлялся. Но, к сожалению, в этом сете были палетки, которые мне не нужны, с красными цветами. А у меня подобная палетка есть, и не особо она у меня в ходу, я больше нюдовые оттенки люблю. Я, естественно, все распаковала, поэтому давайте рассмотрим здесь тоже. Во-первых, это их новая коллекция, лимитированная серия, вот эти румяшки в виде сердечек, есть разных оттенков, я брала сетом, сразу три штуки в одном сете получается, а это из другой коллекции, это кремовые румяна, и как хорошо, что кремовые я взяла только одни. И, пожалуй, давайте начнем с кремовых, которые мне понравились меньше всего, к сожалению. Могу даже объяснить, почему, там на сайте было написано, что кремовые румяна можно использовать как бальзам для губ, как помаду, но я уже посвочила и поняла, что в таком исполнении это выглядит не особо, это чистые румяшки, кремовые текстуры, а кремовые текстуры, как правило, очень быстро заканчивается срок годности. Но все равно я ничуть не жалею о приобретении, мне кажется, очень мило смотрится. Причем самый главный плюс, от 60 долларов или от 70 идет абсолютно бесплатная доставка, вы даже можете выбрать товары, которые находятся на скидке, то есть при желании вы можете выбрать все товары, которые находятся на скидке и купить по очень приемлемым ценам. Но эта коллекция, понятное дело, это новинка, лимитированная серия, поэтому на них скидочек, к сожалению, не было. И самая главная причина, почему я решила их заказать, я посмотрела обзорчики у американских блогеров, которые сразу их купили или, возможно, им отправили на обзор, чтобы они показали оттенки. То есть эти румяшки очень слабо пигментированные, как раз то, что я люблю. Именно поэтому, даже не задумываясь, решила брать. Я просто легко могу переборщить и превратиться в матрешку. Поэтому в моем случае лучше покупать румяшки, которые слабо пигментированные. Просто идеальные оттенки, которые подошли под мой тон холодильника, прям супер. Единственное, чего я немного боюсь, вот эта вот матовая поверхность, она, думаю, быстро запачкается. Поэтому буду хранить вот в этих картонных упаковках. Не знаю, поверите вы мне или нет, но года три, наверное, я хотела сделать заказ с сайта Colourpop. И, наконец-то, они у меня, эти средства. Естественно, без палетки не обошлось, потому что очень много блогеров хвалят эту косметику, а в частности, тени. Говорят, что у них лучшие тени. На самом деле, могу согласиться. Единственное, вот эти два оттенка не совсем мои, вот эти темные. А все остальное с удовольствием буду использовать. Вот этим последним оттенком, таким, знаете, бирюзовым. Я делала вчера макияж. Все очень стойко держится и очень красиво переливается на глазках. Единственный момент, вроде бы картонная упаковка, но упаковка достаточно тяжелая. Я не знаю, почему. Вы просто посмотрите на эту шикарную пигментацию. Ничуть не жалею, что взяла эту палетку. Даже, думаю, еще один заказ обязательно с сайта Colourpop надо сделать. Так как косметика американская, она рассчитана не только на европейский тип кожи и внешности, но и также на афроамериканок, поэтому я немножко промахнулась, несмотря на то, что здесь написано Shimming Body Powder. Посмотрите, какого оттенка. Здесь невероятно крутое зеркальце. Также можно использовать как шиммерные тени с очень крупными блестками. Мне очень понравилось и буду с удовольствием использовать. Тем более я купила, получается, со скидкой. Ну как я купила? Ну да, я заказала, получается, со скидкой всего за 3,5 доллара. 3,5 доллара за Colourpop, представляете? И последнее взяла блеск для губ. Он небольшого размера и очень удобно носить его в сумочке. Невероятно классно блестит. И также классно пахнет шоколадом, чем-то сладким. Из серии Lux Gloss. Вот так вот называется серия. Здесь такой достаточно удобный аппликатор идет. Вроде все вам показала и ничего не забыла. Моя любовь к косметике это что-то бесконечное. А еще я заказала очень крутые роллы. Необычные, которых никогда не было. Точнее это суши. Обычно всегда я заказывала роллы. А в этот раз я взяла реально суши. И этот сет стоит ровно в 2 раза дороже, чем обычно я заказываю роллы. Хотя здесь в 2 раза меньше. Очень надеюсь, что все будет выглядеть как на картинке. Я когда даже позвонила, уточнила, будет ли это выглядеть точно-точно так же, как на картинке. А мы сейчас с вами давайте быстренько сделаем прическу. Я не хочу вот так садиться. Макияж у меня уже готов. Сделала совсем легенький макияж. Осталось сделать перческу. И все, я готова снимать для вас контент. Для мукманка в большинстве случаев стараюсь собирать волосы и обязательно фиксировать лаком. Раньше мне писали подобные комментарии, но я просто не обращала внимания на них. А сейчас я понимаю, насколько вы правы. Реально неприятно смотреть на человека, у которого какой-то шухер на голове и волосы прям в еде. Как бы я не собрала волосы, если я не зафиксирую это все дело лаком, на камере прям очень сильно видно, как мелкие волосики торчат в разные стороны. И именно поэтому, когда я снимаю мукбанки, мне приходится обязательно после этого купаться. Ну или хотя бы просто помыть голову. После того, как я сделала макияж, я разложила свою новую косметику в свой туалетный столик. И поняла, что мой туалетный столик реально крошечный. Или у меня просто слишком много косметики. Мне нужно обязательно туда в уголочек заказать какой-то дополнительный шкафчик для заполнения моей косметики. Потому что в этих трех ящиках ничего не помещается. Вот такая причесочка у меня получилась. Два таких небольших хвостика, чтобы волосы не мешали и, самое главное, не торчали во все стороны. Зафиксировала просто железобетонно лаком. Ну что, мои хорошие, как вам? Мне кажется, плюс-минус так же, как на фотографии. На фотографии, конечно, красивее, но и так в жизни тоже неплохо. И здесь у меня в комплекте две пары палочек. И все, что необходимо. У меня прям слюнки текут, классный аромат стоит. Нет, это сверху лук или что, понять я не могу. Скорее всего, этот мук-банк уже на канале. Так что ссылочку на него я обязательно вам оставлю в описании под видео. Если вы его еще не видели, то обязательно переходите и смотрите. Так, я все удачно разложила. Все выглядит аппетитно, пахнет тоже. Единственное, что до меня не особо дошло, зачем на Филадельфии жареный лук, если это лук. Надо попробовать уже потом сделать вывод. Но, на мой взгляд, это вообще не к месту, так скажем. Такой вот стол у меня. Я приступаю. А еще сегодня, наконец-то, пришла вторая сумочка. Кто подписан на мой инстаграм, наверняка видел вот эту сумку, которую я заказывала с Файлберис. Очень хорошего качества. Плюс еще эта сумка трансформер. То есть, ремешок можно регулировать по вашему желанию. В общем, мне настолько понравилась эта сумка. И она также понравилась Нармишке, что я решила заказать еще одну. Артикул вам обязательно оставлю. Кому надо, тоже заказывайте. Посмотрите, какая она красивая. И сейчас она, кстати, идет на скидке. Вот, кстати, девочки, кому нужно, артикул здесь тоже имеется. Можете перейти и с Файлберис себе тоже заказать. И теперь у нас подружкой будут одинаковые сумочки. Это такой небольшой подарочек для Нармишки. Красиво оформлю и обязательно ей подарю. И в конце видео решила немножко с вами поболтать. Порой процесс рисования я люблю снимать со стороны. Мне кажется, это очень залипательно. На моем бумажном канале около пяти месяцев не было контента. И где-то 10 дней назад я решила снять новое видео, опубликовала его. И, если честно, была в шоке от комментариев. Столько положительных комментариев я не читала давно. Я просто настолько зарядилась этой положительной энергией, что решила сделать огромную коллекцию. Я просто понятия не имела, что это все дело у меня займет настолько много времени. Я решила сделать коллекцию тапочки, которая состоит из 50 пакетиков. Кто не в курсе, не в теме, никогда не видел мой бумажный канал, мне надо было нарисовать 100 вот таких тапочек. 50 из которых будут на самоклеющейся бумаге внутри, а 50 это будут пакетики. В общем, со стороны вам может это показаться очень легким, но на самом деле на это уходит просто безумное количество времени. И вот на протяжении где-то недели, может даже чуть-чуть побольше, каждый день с утра до вечера я чисто рисовала. Заказала с Trendyol Турции новые маркеры, очень хорошего качества, по супер бюджетным ценам. Кстати, ссылочку вам оставлю обязательно под видео. Если хотите, можете тоже себе заказать. А самое обидное, знаете, в этом, что порой я читаю комментарии, некоторые пишут, что Айка просто распечатала. Это, конечно, комплимент, и, наверное, я рисую очень аккуратно, раз вам кажется, что это распечатано. Но это обидно, потому что столько труда потрачено, столько сил и времени. Ну, в общем, когда я ставлю перед собой какую-то цель, я обязательно ее должна достигнуть. Именно поэтому я цели перед собой ставлю крайне редко. Полгода назад сняла для этого канала видео на русском языке о своих планах на ближайшие пять лет и сделала его в закрытом доступе, и опубликуется оно само по себе через пять лет. С момента съемки этого видео прошло всего полгода, и я просто хотела пересмотреть его и посмотреть, что же поменялось его за эти полгода. И там я говорю про виниры, что ближайшие два года хочу обязательно сделать себе виниры. Хочу познакомиться с человеком, который мне будет по душе. И вы знаете, в общем-то, много чего из того, что я говорю в этом видео, уже сбылось. Поэтому всегда мечтайте, ставьте перед собой цели, а лучше их записывайте. Раньше я это делала каждый год в новогоднюю ночь, писала цели и задачи, которые хочу достичь в новом году. А потом перечитывала их и понимала, какая же я все-таки молодец. То есть цель была не достичь прям всех целей, а хотя бы половину, например. Вот и в этом случае мама каждый раз меня ругала, когда видела, что я сижу и рисую. Мама говорит, зачем тебе делать 50 пакетиков? Можно снять пять различных видео с этим же трудом. Но я ей просто не могла объяснить, что если я уже начала, если я уже решила, то я иду до конца. Также недавно один из блогеров в Баку, который имеет достаточно большую аудиторию, отправил мне фотографию, как четыре года назад она подошла ко мне на торговый со мной сфоткаться. А сейчас она просто огромный молодец, у нее огромная аудитория. В какой-то степени реально обогнала меня по просмотру и ведет его настолько круто, настолько искренне. Я, честно, была настолько приятно удивлена. То есть человек посмотрел на меня, вдохновился и подумал, а чем я хуже нее? Почему я не могу делать то же самое? И с удовольствием делать такие примеры, честно, очень меня радует. Я не называю имя блогера просто потому, что, возможно, она не хочет, чтобы кто-то об этом знал и как-то разглашать это все. Я просто это вам рассказываю, чтобы вы тоже ставили перед собой какие-то задачи и обязательно достигали их. Так что все возможно, стоит только захотеть. А я в данном случае захотела сделать 50 пакетиков и за неделю чуть больше сделала их. Ну, такое себе, конечно, достижение. Но вообще процесс рисования, мне кажется, безумно залипательный. Кто давно смотрит мой канал, раньше у меня был такой контент, когда я рисую и рассказываю истории подписчиков. Сейчас у меня в голове крутится, возможно, стоит возобновить эту рубрику, но уже на Бум-канале. Так что, если вы хотите, отправляйте свои истории на почту, которую я оставлю внизу в описании под видео. Вашу историю я обязательно озвучу от своего лица. Не переживайте, все будет максимально конфиденциально. И если эти видео будут набирать просмотры и положительные комментарии, каждый раз, когда я буду делать коллекцию, я обязательно со стороны это все дело буду снимать. Сказать честно, просто рисовать намного проще, чем рисовать и снимать со стороны, потому что я стараюсь ставить камеру в таком ракурсе, чтобы вам было все видно хорошо со стороны. А в таком случае немножко неудобно мне. Но в любом случае, последние два видео я так как раз таки и снимала, то есть я снимала процесс того, как я рисую, и уже в последнее время я чувствую, что я конкретно приноровилась. Так что жду от вас комментарии, стоит ли возобновлять подобный контент. А если у вас есть интересные истории из жизни, обязательно подробно все опишите и напишите мне на мейл. Ну а на этом, к сожалению, я вынуждена завершить это видео. Все, сегодня я озвучиваю это видео 8 марта, хотелось бы вас всех поздравить с Международным женским днем, берегите себя, любите себя в обязательном порядке. Также не забывайте подписываться на мой канал и обязательно ставить колокольчик. А коллекцию я уже закончила, ссылку на видео, если вам интересно, я оставлю внизу в описании под видео. Вы можете перейти и посмотреть полноценное видео со всеми тапочками, которые в конце у меня получились. Всем пока!